Союз молодежи Узбекистана ввел практику оплаты части контракта за обучение в вузах республики. О том, кто может претендовать на такую преференцию и на каких условиях, рассказали на встрече с состоявшейся в молодежном пресс-клубе. Заседание молодежного пресс-клуба – мероприятие, совмещающее остроту обсуждаемых тем с атмосферой неформального общения. В центре внимания участников нынешней встречи находились важные аспекты оказания материальной поддержки со стороны Союза молодежи Узбекистана студентам, обучающимся на платно-контрактной основе. Инициатива главы государства была встречена студенческой молодежью НОРА. Из 81 вуза нашей республики в 73-х отбирали претендентов, соответствующих установленным требованиям. Отребовалось, обучаясь на платно-контрактной основе, на дневном отделении бакалавриата или магистратуры, быть активистом Союза молодежи Узбекистана, а также постоянным участником предметных олимпиад спортивных соревнований. При этом очень важно иметь средний показатель успеваемости не меньше, а лучше больше 86%. Прибавьте к этому научные и творческие достижения, организаторские способности и лидерские качества и получите портрет того, чье финансовое бремя по выплате годовой суммы контракта сократится более чем на треть. И надо сказать, что таковых оказалось немало. Из 300 279 студентов было отобрано 1967. На оплату 35% их контракта уже направлено около 5 миллиардов сумм. Задав интересующие вопросы, участники встречи могли получить ответы, в том числе и из уст тех, кто уже пользуется данной льготой. Молодежь – самая энергичная, активная и предприимчивая часть общества. Неоднократно звучала в ходе дискуссии. Вместе с тем практика показывает, что юноши и девушки могут реализовать себя как со знаком «плюс», так и с прямо противоположным. Подобные инициативы позволяют сделать количество плюсов намного больше. Субтитры создавал DimaTorzok